МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Решение будет оглашено сторонами 21 ноября. Отвод всему составу суда снова заявили адвокаты подсудимых по делу о тройном убийстве на набережной. Инспектировал готовность к зиме. Министр здравоохранения проверил работу Гудаутской центральной районной больницы. Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью. В Абхазии реализован образовательный проект. Начнем с официальной информации. Накануне президент Аслан Бжаня провел расширенное совещание с участием руководства администрации президента, правительства, глав городских и районных администраций, руководителей парламентских комитетов и судейского сообщества. В ходе совещания глава государства сообщил присутствующим о деталях и итогах рабочей поездки в Российскую Федерацию. Также обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности и экономической повестки. Вице-премьер министр экономики Кристина Асган прокомментировала ситуацию в энергетической отрасли страны. Она напомнила, что непростая ситуация в энергетике формируется в Абхазии уже не первый год. Надо отметить, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить. Процесс переговоров с Российской Федерацией пока не завершен и соответствующие решения будут приняты позже, проинформировала Асган. Что касается энергодефицита первого квартала 2024 года, то министр отмечает, что часть объема предусмотрена в согласованном плане мероприятий. Она также будет социальной, а вопрос поставки дополнительных объемов также будет решаться путем переговоров с российской стороной. Самое главное, что нужно отметить, это то, что энергосистему Абхазии никто не будет содержать, кроме нас самих. Мы должны понимать, что электроэнергия – это товар, за который надо платить. Бесконечно решать вопрос только за счет социальной помощи из России не получится, отметила Кристина Асган. Назначение. Приказом министра иностранных дел чрезвычайный полномочный посланник второго класса Артур Гагуля назначен начальником департамента Ближнего Востока и Африки. Артур Гагуля более 20 лет является сотрудником Министерства иностранных дел и в разные годы возглавлял ведущий департамент и ведомства, является членом абхазской делегации на международных женевских дискуссиях. В ближайшее время выйдет указ президента, который внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в Абхазии, заявил глава МИД Инал Ардзенба. Самая главная цель этих изменений – повышение прозрачности деятельности, обеспечение нашего суверенитета и купирование попыток вмешательства во внутренние дела, сказал министр на онлайн-встречи с представителями органов госвласти и экспертами дружественных республики стран. Новые вызовы и угрозы требуют консолидации усилий в противодействии им, убежден Ардзенба. Можно с уверенностью сформулировать однозначный вывод о том, что новые вызовы и угрозы требуют максимально внимательного отношения с нашей стороны к деятельности международных неправительственных организаций отдельных и отдельных агентств ООН, которые ведут активное сотрудничество, как мы выяснили, с агентством США по международному развитию Юсейд. Мы по этому вопросу находимся в диалоге с нашими российскими, белорусскими коллегами. Я хотел бы вам, если позволите, процитировать военную доктрину союзного государства России и Белоруссии, что здесь пишут о деятельности, о целях и задачах западных НПО. В военной доктрине союзного государства указано, что деятельность западных НПО нацелена на изменение ценностных ориентиров и моделей развития, дискредитацию культур, религий и цивилизации, фальсификацию истории, нарушение духовно-нравственных связей между братскими народами. Существенная часть активности западных НПО нацелена на противодействие развитию интеграционных объединений на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе при содействии Российской Федерации. В особенности это касается союзного государства и ОДКБ. Хочу обратить также внимание, что деятельность USAID запрещена в России с 2012 года, а в Республике Беларусь с 2019 года. Деятельность международных неправительственных организаций и различных западных агентств на территории этих стран обсудили 16 ноября в медиа-центре МИД. В ходе расширенной онлайн-встречи министра Иннала Ардзенба с представителями органов государственной власти, экспертами, научными деятелями дружественных республики стран. Репортаж наших корреспондентов из медиа-центра МИД смотрите в пятничном эфире. Абхазская культура. Угрозы и вызовы безопасности. Круглый стол на эту тему провел сегодня в столице Центр социально-экономических исследований. К участию были приглашены писатели, художники, артисты, ученые, представители власти, общественности и СМИ. Ключи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Подробнее об этом круглом столе в ближайших выпусках на Абаза ТВ Факторы, способствующие и препятствующие реализации прав человека в Абхазии Так звучит тема очередного выпуска передачи о правах человека Об этой теме рассказывает психолог, член первого состава Президиума Народного форума Абхазии Соучредитель Союза Творческой Молодежи Абхазии и Центра Гуманитарных Программ Арда и Налепа Соблюдение прав человека важно для каждого отдельного гражданина и для страны в целом Поэтому это очень большая работа ежедневная и в наших оценках, в нашем иногда осуждении, в нашем открытом выступлении, в нашей поддержке каких-то иногда непопулярных шагов политиков То есть вот просто так написать демократическую конституцию с основой на декларацию прав человека, этого недостаточно Это все требует большого труда и такой, мне кажется, честной позиции, когда мы и себя тоже видим в каких-то устоявшихся, может быть, не всегда справедливых отношениях Я знаю, что не каждый, конечно, читает конституцию, но хотелось бы, чтобы мы понимали, что раз мы взяли за основу такой путь То есть Абхазия, она является последовательницей вот такой цивилизации, которая идет по направлению к большему соблюдению прав и свобод человека И что мы идем по этому пути вместе со своей культурой, вместе со своей историей И что каждое слово вот в этой декларации прав человека и в этом биле о правах, за каждым словом стоит большая история борьбы Лекцию «Факторы, способствующие и препятствующие реализации прав человека в Абхазии» смотрите после выпуска новостей Министр здравоохранения Эдуард Будба проверил работу Гудаутской центральной районной больницы В частности, готовность медучреждения к зиме Смотрите репортаж пресс-службы ведомства Министр здравоохранения Эдуард Будба провел выездное совещание в центральной районной больнице Гудаутского района Главврач Хаджират Шамба доложил министру о работе ковидного отделения По ковиду у нас есть больные, сейчас 12-13 поступил, но выписка тоже будет И смертность есть у нас, потому что тяжелых больных к нам переводят, с которыми нам тяжело справиться Они умирают от сопутствующих заболеваний Всего было 200 больных с начала года госпитализировано Это все мы итоги подведем И смертность и так далее Смертность тоже была чаще от сопутствующих болезней Потому что нам тяжело с кардиологическими больными Говоря об общей статистике обращений граждан Хаджират Шамба проинформировал министр Что с начала года в Гудаутскую больницу Обратилось более 10 тысяч человек с различными заболеваниями Ввиду развития туризма в Гудаутском районе В ЦРБ за медицинской помощью Все чаще обращаются гости республики У нас обращаемость была такая Из взрослых 675 человек Это 11,5% от общего числа обратившихся В приемное отделение И детей было много 2350 Общую структуру сейчас Обсуждая вопросы функционирования медучреждения в зимний период Министра проинформировали, что в больнице установлены два дизельных генератора Каждый из которых вырабатывает мощность до 380 кВт Что покрывает базовые нужды больницы Эдуард Будба поручил главврачу держать на личном контроле вопрос бесперебойного энергообеспечения ЦРБ Мы понимаем, что может быть разная ситуация И погодные условия, и энергетика И налипание проводов И снеговая нагрузка По-разному могут быть погодные условия Поэтому мы должны быть автономны Хажират Шамба проинформировал, что на сегодняшний день Все пациенты в случае необходимости могут получить кислородную поддержку Несколько дней назад резервуары были заполнены новыми запасами кислорода в количестве 5 тонн В ходе поездки министр здравоохранения также посетил Новоафонскую больницу Эдуард Будба обсудил с руководством медучреждения рабочие вопросы И осмотрел недавно отремонтированное приемное отделение Минздрав передал медикаменты жителям высокогорного села Псху По результатам масштабной диспансеризации в Псху, проведенной в сентябре текущего года Составлен перечень медикаментов, необходимых для лечения больных, проживающих в селе Согласно приказу министра здравоохранения, ведомство обеспечило закупку и поставку лекарственных препаратов Нуждающимся на сумму более 230 тысяч рублей Отвод всему составу суда снова заявили адвокаты подсудимых по делу о тройном убийстве на набережной Сторона защиты считает, что решения судей Верховного суда Генри Гомессония, Майи Квициния и Романа Кварчия Не обоснованы по причине их заинтересованности в исходе дела Ходатайство об отводе рассмотрит председатель Верховного суда Оно будет оглашено 21 ноября Подробнее Надежда Боровикова Сторона защиты снова обратилась к ходатайствам об отводе всего состава суда Адвокат Сергей Чакрян перечислил более 10 ходатайств, заявленных защитой в последние месяцы И неудовлетворенных коллегией судей В том числе ходатайство об исключении из перечня доказательств протоколов осмотра местности, помещений и предметов Протоколов прослушивания фонограмм, судебно-медицинской и двух баллистических экспертиз Кроме того, по мнению защиты, суд необоснованно отказал в проведении повторной экспертизы в отношении Беслана Бганба А также в исследовании видеозаписи с места преступления О котором адвокаты ходатайствовали в ходе предыдущего заседания Также адвокат Чакрян отметил, что регламент суда был неоднократно нарушен Допрошенный в качестве свидетеля Чаларя, давая противоречивые показания, судом неоднократно предупреждался о заведомо ложных показаниях И при этом суд не принял решение о привлечении Чаларя к уголовной ответственности Задачу ложных показаний, не говоря о том, что Чаларя бросил микрофон в сторону подсудимых и их защитников Где в действиях Чаларя усматривается признак преступления, расценивать его действия как неуважение к суду Он оштрафован был на 3000 рублей Аналогичные действия совершались и от присутствующих в зале судебного заседания со стороны потерпевшей стороны Суд также не дал правую оценку высказываниям представителя потерпевших Которая делала замечания на протокол допроса свидетеля Пловчева И безосновательно обвинила свидетеля обвинения Чкадуа в подкупе данного свидетеля Выше указанные факты о нарушениях судом уголовно-профессиональным законодательством Дают основания стороне защиты полагать, что суд прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела На основании изложенного руководства статьями 61-64 УПК Республики Абхазия Прошу удовлетворить отвод всему составу суда Рассматривающему данное уголовное дело Адвокаты и подсудимые поддержали ходатайство об отводе состава суда Я хочу еще добавить, я 3 года ждал экспертизы Я противозаконного, ничего у вас не просил, вы мне отказали экспертизу Поддерживали Физически нарколога не было, торсолога не было, вы считаете, это полная экспертиза Мы полагаем, что это специально испорченный флеш-карта Почему? Потому что если сейчас мы осмотрим видеоролик, кардинально все меняет Даже обвинительное заключение поменяется И Буковская экспертиза ноль И там видно, кто отстреливался и кто нападал И где этот пистолет находится, тоже вот здесь Вот ноутбук мне включили Планшет мне включили, я вот здесь смотрел Полный репортаж полностью В обратной стрельбе нету, там видно И где находится этот пистолет, тоже прекрасно видно Несчастный Глок-17 И где это тоже нам отказали Поддерживаю, уважаемые судьбы После того, что я здесь увидел и услышал Конечно, я его подержу Меня задержали В 19.40 был в СИЗО Пишут потом, что 21, 20 или 30 у меня будет взять пистолет Ходит Тючаларев наглую говорит того, чего не было После этого Это полностью, тотальная фабрикация И что человека с Глока стрельнули С 10 метров и 3 сантиметра зашла пуля Это что за сказки? Представители гособвинения и адвокат потерпевших Не согласились с аргументами адвоката Сергея Чакрян Прокурор Таур Амичба подчеркнул, что суд ведется в полном соответствии С уголовно-процессуальным законодательством Те ходатайства, которые сейчас заявляет, перечислял адвокат По некоторым из них ходатайства заявлялись неоднократно Только в отношении экспертизы БГАНБУ было около 7 или 8 попыток Либо признать ее недопустимым, либо ее изменить Либо назначить ее повторной Либо представлялись рецензии То есть ничего нового для суда представлено не было Поэтому суд, не противоречя сам себе, отказывал Вместе с тем, защита вновь перечисляет все эти доказательства Ни одного нового доказательства Ни одного нового ходатайства Ни одного нового документа В течение часа то, что было оглашено, не сообщило То есть было перечислено все ходатайства, которые Причем хотелось бы обратить внимание, что если мне не изменил слух Два ходатайства, которые были перечислены Эти ходатайства были удовлетворены судьем Судьей были исключены доказательства В части психолого-психиатрической экспертизы было исключено по ходатайству защиты Фонограммы была исключена часть фонограммы Было исключено акт освидетельствования Поэтому говорить о какой-то предвзятости суда не приходится Мы просили бы отклонить В ходе всех судебных заседаний суд проявлял максимальную объективность Мне кажется, такого количества признаний недопустимым Каких-то тех или иных документов не было у нас еще Ну, в моей практике не было, на самом деле На стадии рассмотрения тех или иных ходатайств Сторона защиты представляет Мне кажется, этот процесс тоже войдет в историю Как самый долгий процесс Где сторона защиты представляет доказательства На протяжении уже 11 месяцев Как один из доводов, почему суд должен В этом составе не должен суд рассматривать Что суд не привлек к ответственности свидетелей Но это не на той стадии мы находимся Суд будет в последующем давать оценку И суд при рассмотрении тех или иных ходатайств Должен корректно давать оценку доказательствам Чтобы не было и понятно их позиции Я считаю, что да Я считаю, естественно, что данное ходатайство Оно не подтверждается никакими доводами Для того, чтобы такое ходатайство было удовлетворено Ходатайство об отводе состава суда Рассматривается председателем или заместителем Председателя Верховного суда Решение будет оглашено в ходе следующего заседания 21 ноября Надежда Боровикова, Саита Гухава, Абаза ТВ Пресечено производство наркотического средства В особо крупном размере В общей сложности у задержанного изъято Порядка 30 килограммов наркотического средства И 86 корней растений конопли Тема продолжит репортаж пресс-службы МВД Сотрудники ОКОН МВД реализовали комплекс Разработанных оперативных мероприятий В результате чего изъяли у жителя села Мархеул Голорыбшского района Наркотическое средство в особо крупном размере Граждане понятны В этом строении мы обнаруживаем гражданина Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество Мангур Сузян Эдвард Сатракович Ваш год рождения? 1960 Вы здесь проживаете? Да Здесь у нас висит... Что это такое, гражданин? Пенопля Пенопля? Чем вы здесь занимаетесь? Для чего вы ее так развесили, печкой поставили? Сушили Сушили? С какой целью? Ну, с какой целью? Что? Что? Дальнейшим реализовать Реализовать как? Вы как реализовывали ее? Продавали? Ну, да Где продавали? На территории Сумуги, Абхазия? Нет, в Адлеры В Адлеры Сотрудники милиции обнаружили 44 пучка из стеблей серо-зеленого вещества растительного происхождения со специфическим запахом которые развешаны на балках для сушки Листья аналогичного вещества уже россыпью содержались в тазах в том же помещении Также при выходе из недостроенного сооружения под зеленой палаткой на полу обнаружены стебли аналогичных растений в количестве 290 штук Граждане понятые Обратите, пожалуйста, внимание здесь у нас оборудованный такой достаточно хорошо ангар где стоят у нас печки развешаны вот такие вот стебельки с серо-зеленым веществом со специфическим запахом как заявляет гражданин это наркологическое вещество марихуана, то есть фонопля да? да то есть вы откуда вы это берете? вам кто-то привозит или вы выращиваете на своей территории? выращиваю выращиваете, культивируете то есть ухаживаете потом приносите сюда и занимаетесь дальнейшим процессом все обнаруженные растения и сухое вещество сотрудниками УКОН было опечатано и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел где впоследствии установлена принадлежность изъятого к наркотическому средству каннабис, то есть марихуана таким образом на прилегающей к домовладению территории в специально сооруженном ангаре Мангурсузян Эдвард Ситракович организовал домашнее производство наркотического средства при дальнейшем обследовании местности примерно в 300 метрах от жилища находилась непосредственно плантация растений конопли где гражданин Мангурсузян осуществил посев и в дальнейшем культивировал запрещенные к возделыванию на территории Абхазии растения здесь обвязано, чтобы оно все росло ровно то есть вы этим занимались здесь каждый день смотрели за этим получается потом отсюда несли туда к себе в подсобку там уже высушивали все 86 корней растений вида конопля Южно-Краснодарская содержат наркотически активные компоненты и пригодны к использованию в качестве сырья для изготовления наркотического средства уже подготовленное к реализации вещество гражданин Мангурсузян хранил в своем автомобиле при обследовании транспортного средства сотрудники УКОН обнаружили две пластиковые емкости наполненные аналогичным веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом которое согласно экспертной справке также является наркотическим средством каннабис в общей сложности у гражданина Мангурсузян изъято порядка 30 килограмм наркотического средства и 86 корней растений конопли наркофермер привлечен к уголовной ответственности Эдварду Мангурсузян вменяется незаконное производство переработка, изготовление и хранение наркотического средства в особо крупном размере с целью сбыта а также культивирование запрещенных к возделыванию растений содержащих наркотическое вещество последний заключен под стражу расследование проводит следственная группа Кулырыбшского РОВД Добрая традиция Министр внутренних дел Роберт Киут встретился с представителем Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи генерал-майором в отставке Александром Ворошнюком Встреча состоялась при задействии председателя Ассоциации ветеранов органов внутренних дел участников боевых действий Отечественной войны народа Абхазии полковника милиции в отставке Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут встретился с представителем Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи генерал-майором в отставке Александром Ворошнюком Встреча состоялась при содействии председателя Ассоциации ветеранов участников боевых действий при МВД Республики Абхазия полковника милиции в отставке Аслан Адгеби Генерал-майор Роберт Киут приветствуя ветеранов подчеркнул, что подобные встречи в последнее время стали уже доброй традицией За последнее время у нас очень часто происходят такого рода интересные и приятные события связанные именно с нашими ветеранами Каждый из нас вступит когда-то в ряды ветеранов и основа, которую мы сегодня заложим, она будет для всех нас служить особо подспорьем Мы видим, что у нас очень тесно не только ветеранских, а между министерствами выстраиваются правильные и нужные отношения которые позволяют нам идти вперед Совместными усилиями мы этого достигаем То есть каждый из нас, каждый из вас в свою очередь внес неоценимый вклад во все то, что сегодня нам дает возможность говорить, что в нашей стране спокойно в близлежащих регионах Член Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи генерал-майор в отставке Александр Ворошнюк поблагодарил министра внутренних дел Роберта Киут за теплый прием Он рассказал об акциях и совместных спортивных турнирах, проводимых в рамках активного сотрудничества с Ассоциацией ветеранов-участников боевых действий при МВД Абхазии Абхазия уже стала можно сказать, таким центром стал проведением международных таких встреч недавно, вот как раз было в октябре где мы с Асланом Тачевичем тоже участвовали там он принимал участие в награждении поздравлении тех ребят которые приехали здесь из разных республик в Чечне были были из России две команды и Абхазская, к сожалению, Осетина не приехала провели прекрасное мероприятие Абхазия всегда славилась своим прекрасным гостеприимством тем более была шикарнейшая солнечная погода все уехали довольные с массой впечатлений проигравших не было были только те, которые выиграли кто принял участие потому что не стояли за мечетом в ходе встречи стороны обсудили планы дальнейшего взаимодействия актуальные вопросы стоящие на повестке дня Министерств внутренних дел Абхазии и России также затронули тему специальной военной операции проводимой Российской Федерацией генерал-майор Киот рассказал о поддержке со стороны Абхазии и бойцах с первых дней принимающих участие в СВО Александр Ворошнюк выразил благодарность за позицию в данном вопросе В связи с кончиной мастера спорта международного класса чемпиона СССР по тяжелой атлетике рекордсмена СССР и мира ветерана Отечественной войны народа Абхазии кавалера орденов Леона и акцепша третьей степени Руслана Расимовича Таркил создана государственная комиссия по организации похорон под председательством первого вице-премьера Джон Сухананба прощальная церемония состоится 17 ноября с 10 до 12.00 в доме учителя в Сухуми благотворительный фонд помощи детям-инвалидам движение вверх из Москвы центр медицинской реабилитации ГЗАРТа из Новгорода и Международная академия медицинской реабилитации на этой неделе реализовали в Абхазии образовательный проект современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью слово Элеонури Гелая в рамках проекта прошли лекции мастер-классы и индивидуальные консультации по словам исполнительного директора фонда движения вверх Ирины Агафоновой идея сделать нечто подобное в Абхазии появилась 4 года назад когда к ним начали обращаться дети из нашей страны И общаясь с родителями таких детей и с Мактиной Джинджоле мы узнали что как раз и существует потребность в специалистах существует потребность в улучшении оказания помощи детям с инвалидностью и действительно значительное количество по стране таких детей а реабилитационных центров не хватает соответственно мы поняли что нам открыт путь и разродилось новое зернышко нашего будущего большого проекта который направлен на обучение медицинских специалистов здесь на местах современным методикам реабилитации проект был реализован в том числе при поддержке Россотрудничества руководитель Дмитрий Федотов отметил что в Абхазии есть потребность в подобной специализированной поддержке особенно это важно тем что вы оказываете не только конкретную помощь конкретным людям но как мне кажется наиболее важно это то что вы проводите мастер-классы и готовите тех людей которые смогут продолжать ваше дело уже после того когда вы уедете и это в первую очередь важно для республики потому что те люди которые останутся здесь они и получили я надеюсь эти знания и будут эти знания применять в дальнейшем об акцентах которые расставили специалисты в работе с коллегами и родителями рассказал Андрей Бурмистров директор Международной Академии Медицинской Реабилитации Старались поделиться самыми такими основными базовыми вещами то есть то как нас запрограммировала и создала природа что ничего наверное лучше чем природа пока человек не изобрел поэтому это та основа на которую стоит опираться для того чтобы быть эффективным быть успешным и соответственно помогать детям как мне кажется нам удалось переориентировать ваших специалистов с подхода на то что все дети должны ходить на тот подход что все дети должны быть личностями что все дети должны в семье и в обществе социализироваться уметь общаться на том уровне на котором это для них возможно чтобы они могли развиваться учиться и по возможности найти ту профессию в которой они смогут реализоваться как полноценные члены нашего общества о своем опыте сотрудничества и со словами благодарности за поддержку и обмен знаниями рассказали директор фонда Ашана Мактина Джинджоле и руководитель детского образовательного центра Росток Анна Подолянко хочу подчеркнуть важность такого проекта так как он направлен на обучение повышение квалификации именно реабилитологов наших местных реабилитологов в республике Абхазия у нас прекрасные специалисты однако их мало они в дефиците и к сожалению не всегда есть доступ к современным методикам реабилитации поэтому такая возможность которая появилась благодаря вашему фонду благодаря представительству Россотрудничества в Абхазии и прекрасным специалистам которые нашли время возможности желание приехать в Абхазию и обучить наших местных реабилитологов современным методом реабилитации это очень ценно наш фонд с большим удовольствием и радостью вовлекается в подобные проекты поскольку это очень важно не просто заниматься реабилитацией и коррекцией детей очень важно еще и развивать эту отрасль а к нашему большому счастью за последние полтора года наверное прошло очень много мероприятий и важных событий в этой сфере была создана ассоциация реабилитологов прошел первый медицинский форум посвященный этой теме было невероятно увлекательное и правильное мероприятие от рассотрудничества с обучением тоже реабилитологов и вот получается на завершении этого года проходит одно и еще второе важное мероприятие и это задает тон для будущих специалистов это задает тон для уже готовых специалистов и это показывает важность сферы потому что на самом деле клиентом реабилитолога может стать каждый из нас проект проходил при поддержке мобильного приложения ТОБА представительство Россотрудничества в Абхазии общественной организации русская община славянский дом Гагарского района детского фонда Росток благотворительного центра помощи мы вместе Элянура Гилаян Торни Камичба Абаза ТВ делегация Абхазии возглавляемая исполняющей обязанности министра культуры Динарой Смэр принимает участие в работе 9-го международного культурного форума в Санкт-Петербурге 16 ноября он открылся в качестве спикера выступит также гендиректор Русдрама Ираклий Хиндба с участием министра культуры России представителей элиты российской культуры и спикерами из других стран мира об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Абхазии Коротко о спорте Нестору Цужба присвоен второй взрослый разряд по теннису сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорта юному теннисисту из Абхазии 10 лет и он является первой ракеткой России в своем возрасте Нестор тренируется в Академии Александра Островского под руководством Александра Мальцева является воспитанником директора Республиканской теннисной школы Абхазии имени Арзамета Тарба мастера спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция Внимания воды не будет Водоканал столицы сообщает что в связи с подключением нового водопровода и ремонтными работами с нуля до 21 часа будет прекращена подача воды в районах города Сухум улица Эшба старый поселок вокзал центральная часть города ВИЭМ рынок Маяк Информация метеорологов вторая половина ноября в Абхазии будет пасмурной и дождливой в отдельные дни возможны дожди с градом синоптики также прогнозируют обильное выпадение снега низко в горах рассказала радиоспутник метеоролог госкомитета по экологии Диана Трапш и сейчас о погоде В пятницу 17 ноября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха ночью дождь днем преимущественно без осадков в горах снег атмосферное давление нестабильное ветер слабый и умеренный температура воздуха ночью от 6 до 11 днем от 10 до 15 градусов температура морской воды 18 градусов волнение морской воды умеренное и значительное относительная влажность воздуха от 70 до 90 процентов и на этом выпуск завершен следите за развитием событий вместе с нами до новых встреч в эфире субтитры